Всем привет, зрители и подписчики! Канал Эрик Антона Фед, мой лучший футболист. Сегодня поговорим о игроках, которые появились в сборке, да, именно в испытании подбора команды. Я выделю самых-самых таких заметных, кто мне приглянулся. Обсудим, кого из них лучше выбрать и откроем пик кумиров 88+, посмотрим, кто мне выпал. Подписка, лайк, колокольчик. И не забывайте, если же сегодня вы хотите купить себе любимого футболиста в команду, или вам просто нужен топовый кумир, то следующие 30 секунд видео для вас, друзья. Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста, может быть, кумира или просто любимчика, то сайт Автофуд для вас. Купить монеты FK24 с автодоставкой и системой антибан. Также получить по бонусной программе кэшбэк. И можно будет купить дополнительно любую игру, подписку на Xbox, PlayStation, Steam, ребят. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Итак, давайте разбираться, ребят. Коман, француз. Когда-то он реально мне очень нравился. Я его все время, ну, либо приобретал, либо, как минимум, ловил в наборе и играл им, ребят. Он здесь тоже хорош, у него все по финтам максимально. И самая его, наверное, основная фишка, что он вам может подойти как на левый фланг, так и на правый. Ну, допустим, у вас на правом фланге игрок, который там какой-нибудь кумир, который вы не хотите менять, хотите за него играть, а левый фланг проседает. Собирайте Комана. Или наоборот, ребят. Может быть, у вас левый фланг уже крут, а на правом нет никого. Ребят, здесь у него очень хорошие характеристики. Неплохая выносливость, а для фланга она нужна. Ну, и статы дриблинга и скорости просто феноменальные. Ну, и также, я спорт, не забыл про силу удара, да, и атакующую позицию, режете угол и так делаете. У него игровые стили, выверенный пас, да, это неплохая штука для флангового игрока. И резвость, то есть еще больше скорости в рывке и совершает меньше ошибок, соответственно, при пробросах мяча. Дальше есть неплохой правый защитник у ограда, ребят. Вот, колумбиец из Интера. Сразу скажу, защитник он все-таки не очень хороший. Он более, опять же, лучше играет на правом фланге. У него есть и подкат защитный стиль, понятный неплохой пас. Но его можно использовать еще и во фланг. Это тоже неплохая фишка. Сборка, сразу скажу, ребят, не дешевая, конечно, на всех этих игроков. Здесь надо, как бы, подраскошелиться игроками. Но скорость, с какой он, я думаю, будет бежать, это просто пушка. То есть он у вас может сыграть как справа в защите, так, соответственно, и справа в полу защите. Очень удобно, что есть такие, как бы, варианты его нахождения на поле. Финты здесь все по максималке, да, потому что это, соответственно, карта ультимит Бьезди. И поэтому здесь у него все максимально. Ну и у него сборка, в принципе, да, не такая, как у Кумана, попроще, но тоже. Не забывайте, что когда делаете такие сборки, старайтесь открывать все свои паки. Возможно, там будут дубликаты. Ну и вышел, наверное, один из любимых моих игроков ФК-24. Уж больно он мне приглянулся как-то изначально своей скоростью. Как-то у меня получалось за него и решать, за обычную его карту, по сути, да, там не какую-то топовую. Это Апенда, ребят, бельгийцы из Лейпцика, из Бундеслиги. Здесь есть несколько вариантов. Они ничем не отличаются, отличаются только финтами, ребят. Честно, я не финтер, больше обвожусь тиком. В игре финтов я делаю мало, только еще совсем переигрываю соперника или играю в каком-нибудь сквад-баттле. Но Апенда, он просто для меня какой-то читерский игрок. И поэтому, ребят, я, честно скажу, я собирать его не буду, потому что у меня сейчас уже есть кем играть в нападении, на замене кучи игроков. Но если вы только начинаете Фифу, соберите. Мне кажется, Фифа его немножко заскриптовала. У него мощная игра головой, хотя я головой, ну, им практически не играю, но у него прыжки 98, ребят. Ну, как-то мне не приходилось забивать им головой. И физподготовка. А призыв в нобрвке ускоряется еще быстрее. У меня он именно все время на острие, забивает, решает. В общем, выбирайте, ребят. Я думаю, какого-то Апенду можно собрать. Ну и поехали. Пик 88, 85 состав, 2, 87, 88. Было очень много дубликатов, ребят. И не мог не собрать, хотелось открыть. Время идет, Кантана пока еще не выходит. И игроков у меня очень-очень много высоко рейтинговых. Поэтому куда-то их тратить нужно было. Соответственно, решил потратить в пик кумира. Собирайте. Опять же, здесь тоже я использовал много дубликатов при сборке. То есть, сначала я там насобирал паков за задание. Я решил проверить одну такую фишку, ребят. Поставил одного кумира в сборку. Мог его не ставить. У меня, в принципе, золотых редких просто игроков не медленно. Но решил отдать Ларсона, игрокам от чести у датита. Немножко за него поиграл. Он дешевый, уже как бы ненужный. И еще вот решил отдать из ПСЖ игрока. Давайте посмотрим. Отдаю кумира. Надеюсь, что это даст мне возможность поймать крутого кумира. Кумир удара Муни, ребят. Тотти или Зимнего Джокера. Давайте, поехали. Да, вот у меня, видите, дубликаты были. Филиппа Андерсона я еще даже не использовал. Забыл про него. Я его использую чуть позже в какую-то сборку. Давайте. Надеемся, это будет топчик, ребят. Хочется, конечно, Кантану. Или просто, не знаю, зубастика бы хотелось поймать Рональдини. Ну или просто хотя бы игрока за миллион. И есть Пушкаш. Ребят, удар Муни. Пушкаш. Он, я думаю, точно стоит больше нескольких миллионов. 94. Это Пушка. Это Пушкаш, ребят. Игрок Венгер. Знаменитый игрок команды Реал Мадрид. У него выносливость 92. То есть, менять его, возможно, и не придется. Буду им играть. Это круто. Ближайший уикенд Лига будет с ним. Он еще может в СФД сыграть на такую позицию. У меня нет. И давайте посмотрим. Да, он мог, кстати, улучшаться. Возможно, он, кстати, улучшился. Я вот не знаю. 94. Это его, наверное, не изначальная статистика. Ребят, напишите. Я думаю, вы многие точно знаете. Он провел множество матчей за Реал Мадрид. Забил 242 гола. Блин. Хорошая статистика для выходов на поле. Ну, и играл сейчас за свой венгерский клуб. Кэмбелл Бергкамп тоже ничего. Но Пушиш, ребят. Я думаю, это топ. Я думаю, это один из топов считается. Напишите ваше мнение, комментарии. Иногда где-то здесь я могу ошибиться. Вот. И он круто залетает в состав. То есть, у меня сейчас есть Снайдер, который, по-моему, тоже долго стоит. Сейчас будем... Хочу посмотреть вообще, сколько стоят мои игроки. Мой состав, ребят. Потому что тоже довольно интересно. Тоже тут немножко поменял. Нападение. Золото тут, конечно, уже не кодируется. Потому что я не хочу менять игрока Манчестера, да? От датчанина. И венгер, я думаю, тоже зайдет. Здесь из игроков посмотреть, сколько стоит нельзя. Этот тоже на трансовом рынке его нет. Ну, давайте посмотрим. Сейчас вот точно мы посмотрим, сколько стоит Снайдер. Он качнулся. Два миллиона, ребят. То есть, два и четыреста, две и триста. Ну, короче, круто. У меня нормальный состав с нормальными высокомиллионными игроками, как выясняется. И сейчас, ребят, самое... Давайте еще вот... Гарначи никак поменять не могу. Все. Надеюсь, что выпадет другой Гарначи. Никак не падает. Ну, Гарначи мне прям очень нравится. Тем более, сейчас есть его товарищ по команде. Жюли. Жюри, ребят, мне кажется, тоже очень долго стоит. Прям потому что по статам. Но это просто какая-то пушка-карта. Она тоже, по-моему, поднялась по рейтингу. Бест, как бы, не меняется. Этого игрока я вот недавно получил в задание. Да, я думаю, вы все это задание выполняли. Варана, я качну. Качну. Стат у него не сильно поднялись. Я про это уже говорю. Ну, и пушка, ребят. 2,9. 2,200. Ну, в общем, пушка стоит, в принципе, своих денег он стоит, как и снайпер. Ну, что, ребят, лайк, подписка, колокольчик. Любите футбол. Играйте в ФК24. До встречи на канале. Хорошего дня или вечера. Где вы не находились. Всем пока. Удачи.